Они укладывают спать российских малышей уже несколько десятков лет. А их голоса знакомы, наверное, каждому. Речь о знаменитых героях программы «Спокойной ночи, малыши» Хрюше, Степаше и Филе. В эти дни они гостят в Чебоксарах. Здравствуй, Дедушка Мороз! Бородай, звар! Миленький, любименький, поживи немножечко в нашем холодильнике! Ха-ха-ха! Не на экране телевизора, а вот так. Буквально на расстоянии вытянуты руки. Такие гости заглянули в детскую республиканскую больницу и Центр восстановительного лечения в Чебоксарах в рамках акции «Все лучшее детям». Первая часть акции – хрю-шоу. После знакомства самые смелые решили попробовать себя в роли ведущих. Ты сейчас дядя Дима маленький, как будто. Давай, говори, что он малыш. Хотя не похоже. Посмотреть вживую на экранных персонажей смогли даже те, кто в это время был на процедурах. Гости прошли по всему лечебному заведению. Не надо быть врачом, чтобы сказать, что любые положительные эмоции, особенно для детей, обладают положительным лечебным эффектом. Это можно приравнять к медицинским процедурам, эффективность которых будет не меньше, чем какие-то медицинские технологии. Малыши не сводили глаз с кукол, а взрослых больше интересовали актеры, которым во время передачи приходится сидеть под столом. Андрей Удалов, чьим голосом хрюша говорил больше 17 лет, поделился характерами с хулиганистым персонажем. Они совсем не похожи. И то, что телевизионный поросенок более знаменит, чем кукловод, ему не обидно. Это же не самоцель, чтобы меня как артиста знали. Меня и так узнают по голосу. Точнее, по его голосу. Степашка впервые появился на экране в 1970 году. Так что сейчас Зайчонку, как и многим другим персонажам, идет уже пятый десяток. Венера Рахимова вспоминает иногда, говорить приходилось сразу за несколько героев. Когда они приходили, актер приходился на все голоса. А какое оно у тебя было? Оно было такое большое и круглое. Колесо. Нет, оно было круглее. Увидеть любимых героев смогли еще около 900 детей из Чуваши. Для них в театре оперы и балета Хрюша, Степаша и другие персонажи провели большой концерт.